Приветствую, друзья! Люди сердятся, раздражаются и гневаются, и злятся, когда в клетках мозга питания не хватает. Но сейчас как-то принято говорить не питание, а энергия. Энергии не хватает. Поэтому высыпайтесь, друзья. Во-вторых, мы в коллективном разуме. Прошу вас, пишите советы, комменты, предложения, что убавить, что прибавить, как назвать. Эта картина изначально называлась «Размечталась». Размечтался! Ся-ся-ся, это очень важно. Это я себя вспоминал, как в детстве, в юности, лежал на небо, смотрел, облака плывут, птички летают, мечтал только вырасти, и вот вырос. Ещё не закончил. Так что сердиться не надо. А посмотрите свет в глазах смотрящего. Посмотрите, что добавить, что убавить. И послушайте, от чего люди в основном болеют. Я вам сейчас открою один секрет. Дело в том, что мне там написали, после того, как я сделал ролик, что в райскую группу буду записывать, потому что там некоторые секреты раскрывать. А мне там один мужичин написал вопрос. А что за секреты у вас там могут быть? Что вы такого умного можете сказать? Примеры. Я могу сказать примеры. У меня много в жизни примеров, потому что даже Христос, если бы не сказал пример, причо самаритяне, его бы не поняли, потому что ему задавали вопрос. Учитель, скажи, ты говоришь ближнего, люби ближнего. А кто ближний? И он пример привёл. Причо. И тогда все поняли, о чём речь идёт. Примеры. У меня такое количество примеров. Я на любой вопрос, когда обучаю человека стресс-устойчивости, творческому включению в какую-то деятельность, повышению своей эффективности в любой работе. Меньше уставать, писать комменты. Более правильно, которое возбуждает у вашего адресата, кому вы пишете желание, вам полнее ответить, а не раздражаться, если он не выспался. Вот я сам лично пример приведу. Иногда не высыпаюсь, потому что у меня постоянно заваливают звонками. Я много раз говорил, что до 7 часов вечера, пожалуйста, не звоните, потому что у меня режим другой. А вот обязательно кто-нибудь или в час дня, или в 2 часа позвонит и спрашивает. Вы говорите снимать стресс, а как это делать? Это всё равно, что я рассказывал, рассказывал, рассказывал. Смотрите на плейлистах у меня на канале, на ютуб-канале, на главной странице плейлисты. Бесплатные или без? И если хотите платно, пожалуйста, есть вебинары. Под роликами у меня стоят. Вот сейчас возьмёте этот ролик. А там коммент будет стоять. Прошлого вебинара. Где я всем предлагал Ну, очаровательную совершенно, 5-минутную игру, которая обладает таким мощным эффектом, которого в мире пока не было. И нет. И мы первые в этом отношении, наша школа. Так вот, прикреплённый коммент. Смотрите. А насчёт бесплатных любезов, которые проходят у нас раз-два раза в месяц и длятся по 2-3 часа, вы можете записи посмотреть там. Там много полезного. Так вот, про них хочу сказать. Ещё один проведу. Если ещё раз придёт меньше 100 человек, я их больше проводить не буду, потому что я готовлюсь к ним полмесяца. Объявления мы делаем за несколько дней. Рулики специально делаю, чтобы объяснить, что там будет. Это же всё интеллектуальная собственность. Это же всё изобретение. Потому что то, что мы выдаём в нашей школе «Человек-больших комофатурс» нигде в мире не даётся. Это наше. Это мы придумали. Это я придумал вместе с участниками школы. И в двух книгах уже мы это выпустили. Читайте. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было хорошее питание в клетках мозга, не только читайте, но и мечтайте. Потому что, когда человек не мечтает, потому что ему кажется, а толку-то что? Толк есть. Это я вам как доктор говорю. Толк есть. Даже мечтайте о том, что несбыточно. Потому что во время мечтания в клетках мозга происходят совсем иные соединения. Там происходит синергетика и восстановление утраченного баланса. и вы опять становитесь человеком, а не просто машиной, которая раздражается постоянно и всем недовольна. Вы меня поняли? Мечтайте. А я на Викбезе на следующем научу вас, если вы забыли это качество. Итак, у нас скоро Викбез. Будьте внимательнее. Подпишитесь на канал Ютуба, чтобы не пропускать. На канал мой Телеграм подпишитесь. Инстаграм подпишитесь. От вас не убудет, зато прибудет. До встречи.